Приветствую вас, дорогие Братья и сестры, друзья, приветствую в первый день гражданского Нового Года, в первый воскресный день этого Нового Года по Григорианскому календарю. В эту прошедшую новогоднюю ночь мы приветствовали друг друга словами «С Новым Годом!». А некоторые добавляли «С Новым счастьем!». И, пожалуй, ни в чём не проявляется так неиссякаемая вера в счастье, в саму возможность его, как в этом традиционном приветствии, произносимым раз в году под бой часов. Казалось бы, почти всё в жизни, особенно в наше время, постоянно разрушает в нас эту веру. «На свете счастья нет!» – восклицал мне, когда поэт в одном из своих самых печальных усталостью и разочарованием пронизанных стихотворения. И ему повторят все великие писатели и поэты, задумывавшиеся над горькой судьбой человека в мире. И вот, несмотря на всё это, человек в новогоднюю ночь упрямо с вызовом судьбе говорит о новом счастье. И потому хочется спросить самих себя, какого же счастья мы ждём, чего хочем. Действительно, нет, пожалуй, более неуломивого и неопределённого понятия, чем счастье. Ведь даже когда как будто приходит оно и даётся нам, то оказывается неизбежно таким мимолётным, таким хрупким, как сказал некогда другой замечательный поэт, что счастье, чат минутной речи, одна минута на пути. Да, в конце каждой встречи стоит разлука, а в конце всего – разлука смерти. И как можно ещё, казалось бы, говорить о счастье? Есть люди, и их много, которые счастье человеческое полагают в чём-то внешнем, в условиях существования, в материальном успехе, во власти, силе, безопасности. Вот уже много десятилетий живут миллионы людей под властью программ, обещающих насадить на Земле всеобщее, принудительное, научно обоснованное, как говорилось в прежние времена, так и ныне, счастье. Программ, утверждающих, что счастье, как и, впрочем, всего другого на Земле, можно достичь лишь всецело подчинившись предписаниям этих программ. Но, думаю, незачем больше доказывать, что теории такого счастья проваливаются на наших глазах, превращаясь в одно из самых страшных идей, когда-либо существовавших на Земле. И посмотрите, сколько людей в прошлом принесены ей в жертву. И само слово «счастье» в устах людей звучит, как нестерпимая ложь. Вряд ли об этом счастье мечтают люди в новогоднюю ночь. Тогда о чём же? Неужели же только о том, чтобы жить стало немного лучше и легче, чтобы появилось больше вещей, больше денег, где-то немножко больше свободы? Но это мы называем несчастьем, а всего лишь употребляя тюремный термин «облегчением участи». И вот если бы человек нашёл в себе мужество глубоко и правдиво вдуматься в свою жизнь, вглядеться в это неуломимое и неопределимое счастье, он понял бы, что, говоря о нём, желая его себе и другим, он говорит на самом деле о чём-то предельно серьёзном и важном – о конечном смысле и назначении своей жизни. И прежде всего говорит он о собственной духовной сущности, собственном духовном призвании. Ведь подумайте, с одной стороны, то счастье, которое человек так безрассудно, так самозабвенно ждёт и ищет всю жизнь, оказывается невозможным в мире, наполненным страданиями, болезнями, злобой и смертью. И всё сколько-нибудь мудрое и глубокое в человеческой культуре говорит ему словами того же поэта. «На свете счастья нет». А с другой стороны, очевидно, что не сдаётся человек на этот мудрый приговор, а продолжает ждать и искать. И это доказывает, что такое искание присуще человеку и не оставляет его, а значит, есть оно где-то, это счастье. И только бы узнать, в чём оно. Но, может быть, пора вспомнить простые, на века сказанные слова блаженного Августина. «Для себя Ты создал нас, Господи, и не успокоится сердце наше, пока не найдёт тебя». Многие даже сегодня скажут на это. Опять религия, вечная её уловка, чего нет тут обещать, в каком-то таинственном там. Слышали и больше не хотим. Хотим хоть минуту счастья, но здесь, на земле, в этой известной нам единственной жизни. Но, говорят так, люди, увы, не знающие христианство или вольно, или невольно, повторяющие клеветнические осуждения о нём. Потому что христианство говорит о счастье не здесь и не там. Оно говорит о таком счастье, по отношению к которому все различия между здесь и там по сути исчезают. Ведь радость, возвещённая и дарованная людям во Христе, не зависит от здесь, не зависит от там, как и вообще ни от чего не зависит, будучи той радостью, которую, по слову Христову, никто не отнимет от нас. Ведь это радость, это счастье во встрече и узнавании, во встрече с тем, кто приходит к нам с такой любовью, отдаёт себя нам с такой полнотой, что замирает сердце от ответной любви, в узнавании такой глубины и такой красоты, что замирает ум от благодарности и света. Таков опыт христианского счастья, опыт, данный нам Христом. Да, христианство зачастую говорит о земной жизни скорбно и сурово, и это всё перед нашими глазами. Да, в Евангелии много слов об узком пути, в подвиге и слезах, о том, что в мире будете иметь скорбь. Но это так только потому, что в поисках мимолетного счастья не видит человек или не хочет видеть счастье, которое уже дано, которое в любую минуту может стать нашим и уже навсегда, так что и сама смерть не может отнять его. Не видит, мечется, ищет его повсюду, и рано или поздно приходит, всё к тому же печальному выводу на свете счастья нет. Но оно есть, только гораздо глубже и гораздо выше. Оно есть тогда, когда поднимает человек глаза к небу или же нисходит в глубину сердца и там, в тишине и мире, находит того, кто создал нас для себя и навеки возлюбил. И потому не успокоится сердце наше, пока не найдёт его и в нём счастье. Вот как и сегодня, в эту прошедшую новогоднюю ночь, как бы на секунду, на мгновение остановилось время, и человек тоже на мгновение ещё раз задумался о счастье и произнёс слова о новом счастье. Но будем знать, что это счастье не новое и не старое, оно здесь рядом и станет нашим, как только мы откроем ему наше сердце, ищущее счастье. А потому в завершение сегодняшней передачи, поздравляя с наступившим Новым Годом, дерзаю пожелать всем нам от всей души этого глубокого и высокого, единственного, нерушимого и вечного счастья. Субтитры создавал DimaTorzok